Мы познакомились с вами с первыми двумя законами монад, но сказали, что всего у монада должно быть три закона. Теперь пришла пора познакомиться с третьим законом. Поскольку мы сказали, что законы похожи на моноид, и первый и второй закон в некотором смысле выражают законы правой и левой единицы для моноида, хотя и не совсем точно, то третий закон, очевидно, должен выражать идею ассоциативности. Давайте посмотрим, каким образом мы можем получить третий закон так, чтобы в какой-то форме ассоциативность соблюдалась. Ну, во-первых, поскольку у нас наши скобочки лево ассоциативны, то мы можем написать, безусловно, вот такое равенство, которое ни в коей мере, конечно, не является третьим законом монад. Третий закон монад мы сейчас собираемся вывести. Итак, у нас есть левая ассоциативность для оператора связывания. Можем ли мы переставить скобки вот таким вот образом? Это было бы в точности ассоциативность операции. К сожалению, нет, мы этого не можем сделать, даже исходя из соображений типов. Действительно, как мы помним, тип левого операнда – это просто значение, упакованное в монадический контейнер. Тип правого операнда – это стрелка к лейсли. Левая часть удовлетворяет этому закону, потому что возвращаемым значением оператора монадического связывания как раз служит новое значение, упакованное в монадический контейнер. И мы можем подавать его в качестве левого операнда в оператор монадического связывания. К сожалению, выражение, стоящее в правой части, оно не обладает таким свойством. Для первого байнда у нас все хорошо, но посмотрим на внутренний байнд. Здесь справа от этого байнда стоит стрелка к лейсли, к штрих, но к – это тоже стрелка к лейсли. Мы не можем здесь написать стрелку к лейсли. У нее один лишний аргумент. Мы должны написать здесь монадический контейнер. Хорошо, давайте тогда поступим следующим образом. Давайте возьмем и применим этот к к некоторому аргументу x. Про x пока ничего не известно, но x имеет тип, который подходит к этой стрелке к лейсли. Ну, если эта стрелка к лейсли из А в МВ, то тогда x имеет тип А. Ну, хорошо, теперь все подходит, но откуда взялся x? Это первое соображение. А второе соображение заключается в том, что теперь у нас справа в скобках стоит не то, что нам нужно. Дело в том, что вот это все действительно представляет собой применение оператора bind, но оператор bind, будучи применен, дает нам монадический контейнер. А справа от оператора bind должна стоять стрелка к лейсли. Вот этот оператор bind требует, чтобы здесь стояла стрелка к лейсли. Но мы можем это сделать, мы можем получить стрелку к лейсли. Если мы абстрагируемся по x, то, во-первых, все это выражение превратится в стрелку. А во-вторых, этот оператор связывания, вот это вот выражение, тело нашей лямбда абстракции, как раз тоже будет хорошим выражением. Таким образом, у нас есть некоторая лямбда x, которая все аккуратно связывает. Более того, из соображений монадических вычислений ясно, что третий закон должен выполняться. Действительно, что здесь написано? Здесь есть некоторая стрелка к лейсли, которая ждет чего? Значение вынутого из этой монады. Значение вынутого из этой монады передается в стрелку к лейсли k. Происходит вычисление, получается монадическое значение, которое потом связывается с правым вычислением. Но ровно это написано здесь, этот оператор bind должен вынимать значение из монадического контейнера, передавать его в стрелку к лейсли, возвращать монадический контейнер, из которого следующий оператор bind опять вынимает получившееся значение и передает его в следующую стрелку к лейсли. Мы видим, что вот такое вот выражение, оно выражает одно и то же, и вот это вот получившееся у нас конструкция и выражает собой третий закон монад. Идея следующая, что мы можем делать оператор bind излево ассоциативно в право ассоциативно, но для этого мы должны все стрелки к лейсли промежуточные заменить на лямбда абстракции, применить к некоторому иксу и лямбда абстрагироваться по получившемуся выражению. Следует отметить еще один факт, касающийся третьего закона монад. На самом деле все скобки, которые мы видим в третьем законе монад, они лишние. Скобки, которые стоят здесь, они лишние с тех соображений, что оператор монадического связывания ассоциативен влево, поэтому здесь можно было скобок не писать, мы, собственно, с этого и начинали. А что касается правой части, то здесь скобки тоже лишние, потому что тело лямбда абстракции простирается в хаскеле вправо настолько, насколько это возможно. Ну, а поскольку здесь тело простирается до самого конца, то убрав эти скобки, мы получим то же самое выражение. Вторые скобки, вот эти, мы будем иногда писать, потому что они полезны для того, чтобы подчеркнуть целое выражение, которое здесь присутствует, хотя эти скобки обязательными не являются. Давайте теперь посмотрим на примеры применения третьего закона монад. Возьмем выражение, с которым мы имели дело много раз подряд, нашу цепочку вычислений с помощью функции wrap and suck. Мы помним, как эта цепочка вычислений происходит. Мы помним так же, как, что эта цепочка ассоциативна влево, потому что оператор связывания ассоциативен влево. То есть мы могли бы написать вот такое вот выражение. Теперь мы можем воспользоваться третьим законом монад, и посмотреть, что третий закон монад для нашей монадоидентити выполняется. Давайте это сделаем. Что мы должны сделать? Мы должны, во-первых, перенести ассоциативность вправо. Дальше снабдить функцию wrap and suck аргументом x и абстрагироваться по этому аргументу. Вот такое вот выражение. Давайте посмотрим, что третий закон монад выполняется. Да, действительно, мы получаем то же самое число 6. Более того, мы можем пойти еще немножко дальше и внести некоторую дополнительную абстракцию, которая нам потребуется в наших дальнейших примерах. Давайте вот здесь, в самом конце, еще абстрагируемся по нашему аргументу лямбдой y теперь и применим wrap and suck к y. На самом деле, получившаяся функция вот здесь представляет собой не что иное, как wrap and suck. Мы просто говорим, давайте применим функцию wrap and suck к чему-то, а потом абстрагируемся по этому чему-то. То есть функция, которая здесь написана, работает в точности так же, как wrap and suck. То лямбда выражение, которое стоит в скобках. Действительно, при вычислении, при передаче сюда аргумент, что произойдет? Аргумент свяжет y, и у нас получится вызов функции wrap and suck на аргументе. То есть вызов всей вот этой вот скобки на некотором аргументе и вызов функции wrap and suck на аргументе, это одно и то же. Ну вот теперь получившаяся у нас, значение, конечно, получается 6, получившаяся у нас цепочка вычислений, она нам потребуется в наших дальнейших рассуждениях. Продолжение следует...